Всем привет! Сегодня я расскажу, как делать сервер в игре на Mormon Hell. Для начала нам нужно скачать файл Steam.CMD. Заходим на сайт Steam.CMD, ссылка на него в описании. Загрузка и запуск. Выбираем нашу систему и скачиваем. Скачался архив. Теперь нам нужно создать новую папку, в которой будет наш сервер. Создаем папку и называем ее. У меня она так и будет называться сервер. Открываем эту папку. И все из скачанного нами архива перекидываем в эту папку. Открываем приложение Steam.CMD. Мы видим, что все, что нам нужно, скачалось. Теперь мы не должны закрывать адресную строку по крестикам. Вводим команду. Все, строка закрыта. Далее. Открываем папку сервер. Ссылка на нее тоже в описании. Здесь есть текстовый документ. Один. Переносим его в папку с игрой. Переносим его, вернее, в папку с сервером. Открываем этот текстовый документ. Этот текстовый документ нужен для того, чтобы наш сервер был авторизован в Steam. Тут мы видим наш логин и пароль. Вы вписываете свой логин и пароль через пробел. Сохраняем, закрываем. Далее. Мы должны создать ярлык от Steam.CMD. Заходим в свойства ярлыка. Ярлык свойства. Открываем в папке сервер для Steam.CMD ярлык. Этот текст, этот путь мы должны скопировать в свойства. Ставим пробел и вставляем. Применить. Ок. Теперь мы этот ярлык должны запустить. С помощью этого ярлыка мы авторизовываемся в Steam. Мы видим, что нам нужен код. Теперь мы должны перейти на нашу почту. Заходим на нашу почту. Мы видим, что пришло письмо от Steam. Теперь этот код мы должны ввести в адресную строку. Нажимаем Enter. Все. Логин и ОК. То есть уже авторизовалось. И теперь пошло скачивание нашего сервера. Нам нужно будет подождать 10-15 минут. Ну вот мы видим, что у нас все скачалось. Теперь мы можем закрыть эту командную строку тоже через команду. Теперь. Теперь нам нужно зайти в папку. n-m-r-i-h-l, nom-roman-h-l, d-s. И в этой папке. Дальше мы в этой папке заходим в nom-roman-h-l. Вот в эту папку. А в этой папке мы заходим в cfg. Мы вот зашли в cfg. И теперь мы вот этот файл скидываем в папку cfg. Вот он у нас здесь появился. Открываем папку. Открываем в файл сервер. Теперь мы можем дать имя нашему серверу. Вместо имя сервера пишем название сервера, которое мы хотим. У меня оно будет Lumen. Пусть будет Lumen. Не закрывая блокнот, опускаемся ниже. Это вот очень важный шаг. Здесь написано «Установить пароль для удаленного доступа». Указать обязательно. Здесь обязательно нужно вписать пароль очень сложный. Неважно. Вы можете просто набрать любое сочетание клавиш на клавиатуре. Главное, чтобы этот пароль не взломали. Все. Ввели сочетание клавиш. Сохраняем. Закрываем. Теперь у нас есть название у сервера. Далее. Возвращаемся в папку nomoroman.lds и делаем ярлык от папки srcds. Создайте ярлык. Заходим в свойства этого ярлыка. В папке сервер, которую мы ранее открывали, есть для этого ярлыка. Открываем. И теперь самое важное. Здесь можно вписать, какая карта будет открываться первой. То есть, когда мы зайдем на сервер, вот сейчас у нас откроется карта Клеопас. Вы можете любую карту вписать. Также через пропел. Теперь копируем это все. И вот, в конце. После экса. Копируем. Делаем пробел и вставляем. Теперь она у нас откроет. Откроет. Применить. Ок. Это мы пока закроем. Далее. Нам нужно скачать source-мод. Это уже нужно будет для того, нужно будет скачать source-мод и мета-мод. Это для того, чтобы работали команды сервера нашего. Чтобы мы были полноправными его владельцем. Мы должны зайти... Сначала скачаем мета-мод. Ссылка в описании. Мы выбираем MMS Windows. Открываем. Ну, пусть будет с котеночком. Скачиваем. Открываем. Папку addons нам нужно кинуть в папку nomorumenfell. То есть, вот сюда. Мы кидаем папку addons. Все. Теперь она здесь появилась. Закрываем. Далее мы скачиваем source-мод. Тоже переходим по ссылке в описании. Downloads. Releases. Открываем. Выбираем Windows. Ну, и выбираем, где мы находимся. Мы... А, это не здесь. Ну да, вот здесь. Мы видим Moscow, Russia. Так как мы к Москве ближе, выбираем Москву. Это нужно для того, чтобы пинт на нашем сервере был невысоким. said, мы не делаем. До новых встреч. Мы скачиваем. Чтобы мы занимаемся, когда выTIN一個 дуку. Ее-мОн. Открываем. Мы собираемся до того, чтобы парня была средна. То есть я даже передача на eyeballfaith. Шеверн, чтобы доверяем. Он прос Assist. Все, скачался. Открываем архив source mode. Из этого архива в эту же папку номером и хелп мы должны скинуть эти папки. Да, подтверждаем слияние. Так, мы закрываем архив. Теперь будет самое главное. Нам нужно открыть сайт Steam ID Finder. То есть нам нужно ID нашего стима. Закрываем пока что, сворачиваем пока что все папки и открываем стим. Переходим в наш профиль. Пока. Продолжение следует. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Если у вас она не высвечивается, заходим в Steam, настройки, интерфейс, возможности отображать адресную строку, ставим здесь галочку. Теперь из адресной строки мы копируем ссылку. Это ссылка на наш профиль. Теперь нам нужно ее активировать. Сюда мы вставляем нашу ссылку, которую мы только что скопировали. Нажимаем поиск. Нам высветилась надпись. Нам ее нужно тоже скопировать. Ctrl-C Все. То, что нужно, мы скопировали. Теперь самое важное. Чтобы у нас заработали все команды, нам нужно пройти в папку наш сервер, где мы сервер создавали. В этой папке есть файл admins.simple Открываем этот файл. Здесь много чего написано, поэтому мы все это берем и удаляем, чтобы ничего здесь не осталось. Далее нам нужно вставить то, что мы скопировали, сюда и обязательно вставим кавычки. Обязательно, чтобы это были вертикальные кавычки. В начале и в конце. Далее. После последних кавычек ставим пробел. Ставим еще одни кавычки. Пишем. 99 Двоеточие Z И снова кавычки. Следите внимательно. Обязательно, чтобы были вертикальные кавычки, иначе ничего не заработает. Закрываем. Сохраняем. Далее. Возвращаемся в основную папку. No more room in hell.ds И теперь мы можем открыть сервер. То есть открываем вот SRTDS ярлык. Разрешаем доступ. Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь мы здесь должны ввести см, нижнее подчеркивание, ввести см, нижнее подчеркивание, ввести см и нажимаем Enter. Все, теперь будем заходить в игру. Вот мы зашли в игру, открываем кинг-сервер. Вот, обновляем, наш сервер появился. Льюмин, карта Клеопас, можем открыть. Заходим на нашу карту, смотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Нажимаем ESC, заходим в опцию, клавиатура, дополнительная, включаем консоль. Теперь нажимаем Kilda, открывается консоль. В консоль мы вводим SM, нижнее подчеркивание, админ. Теперь, чтобы эта команда у нас заработала с кнопки, мы вводим следующее. Бинт, пробел, SM, нижнее подчеркивание, нет, перед этим бинт, пробел, ставим равно, пробел, SM, нижнее подчеркивание, админ. И у нас есть меню администратора, 0, выход, теперь нажимаем равно, снова появилось. Теперь мы можем управлять игроками, мы можем управлять сервером, мы можем управлять голосованием. Сейчас так быстро можно делать серверс. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...